всем привет сегодня 5 апреля московская область у нас продолжается зима посмотрите сколько еще снега но на улице потеплело на солнышке наверно около плюс 5 но в тени холодно не больше одного градуса а я нахожусь сейчас стеклянная теплица и пришла для того чтобы посеять редис на второй оборот и высадить лук для получения зелени пера тот редис который я высаживала сюда в грядку вдоль бортиков он уже хорошо взошел дружно сходы хорошие вот весь 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 у меня зашел но зелень которую я высевала укроп тоже вдоль грядок кинза они конечно еще не взошли вот здесь я тоже высевала кинза кинзу еще пока не взошла конечно я практически каждый день поливаю потому что в теплице земля сохнет солнце нагревает теплицу и у меня вот в данный момент значит ну около 24 градусов теплицы это при открытой одной форточки сейчас механическую форточку я открыла так значит на второй оборот я редис высеваю вот в такой ящик это глубокий теплый ящик почему не высеваю тоже вдоль бортика грядки потому что на второй оборот и здесь не успевает вызревать и он мне уже получается мешает высадить сюда рассаду здесь огурцы здесь перцы все равно место он занимает здесь вдоль бортика он мне мешает потому что я выкапываю большое посадочное большую посадочную яму я туда закладываю все вкусности для рассады и редис мне мешает как правило поэтому вот второй оборот именно я высеваю уже в ящике в любую емкость чтобы мне можно было ее или вынести или как-то здесь передвинуть все то же самое я запомнила половина этого ящика ящик глубокий значит здесь чистый компост вот пролила подготовила и семена буду высевать вот тарзан у меня диего диего хороший редис всесезонный такой очень аккуратно и очень ранний ну и тарзан это по моему такой серий неспелый но тоже хороший гибрид но посею засыплю сверху полью все и пусть растет второй оборот я высеваю как только всходит первый оборот вот как то чтобы был у меня конвейер уже второй день как вынесла это рассада лука эксибишина помните я вам показывала в крайнем видео ночевал здесь я его просто в ночь прикрыла укрытым материалом а так вот выставляю пускай растет здесь горлышко приоткрываю чтобы не задохнулся то что в теплице ну жарко сами понимаете так что мне еще из посевок высевала также показывала салаты тоже смотрите как прекрасно уже они начинают сходить это при условии что были заморозки у нас до минус 11 здесь в области вот ну неплохо всходит и шпинат здесь так капусты у меня всходит ну по крайне мере 1 вот цветная начала всходить причем очень хорошо так дружненькие всходы отлично а вот здесь все брукали пока молчит но поливаю самое главное не засушить эти ящики потому что ну это не открытый грунт понятное дело поливаю смотрю так лук этот лук на перо это лук мой с прошлого года вот мелкий у меня был хранился в холодильнике я его прорастила как вы видите прям в холодильнике намочила слегка лук значит завернула его в пакет и оставила в холодильнике на неделю или на полторы смотрите как хорошо он дал корешки я обрезаю обязательно вот этот хвостик чтобы перо быстрее выходило ну пророс да замечательно и замочила сейчас буквально вот на час фитоспорине видите раствор фитоспорина все здесь нужно будет обрезать вот как раз вот это вот это хвостик я обрезаю и тогда хорошо перо растет он много зачатковый замечательно получается зелень быстро нарастает вот где уже пророс я его конечно эту этот хвостик не обрезаю почему я проращиваю чтобы лук не сидел у меня сейчас земле и не наращивал вот эти корешки сейчас будет просто буду устанавливать его в землю да и он быстро пойдет и пойдет быстро расти перо вот буквально вот такая кастрюля для первого для первой зелени луковой мне этого будет достаточно хорошо взойдет уже прям наберет силу я еще буду высаживать замечательно получается и очень быстро зелень выходит давайте я уж здесь теплицы будут показывать что у меня здесь еще растет это у меня в прикопе в горшках гортензии это крупнолистные гортензии но начинают они тихоньку видите почки раскрываются все это здесь у меня долго почему потому что ну холодно что говорить они мне были накрыты вот этой хвойная хвойным опадом было накрыто и забыла как называется в общем хорошо они выходят вот везде есть почки но я и не спешу здесь тоже почки есть потому что ну холодно смотрите у нас еще снега сколько мне их если выносить куда мне их выносить я в дом в любом случае их не буду заносить поэтому потихоньку потихоньку они просыпаются это метельчатые гортензии тоже это все мои черенки прошлогодние по моему в августе на черенковала тоже смотрите все просыпается я обрезала как вы видите на одном междоузле то есть оставила две почки одно междоузле здесь вообще на пенек обрезала плохо видно потому что растенец маленький вот уже все в почках обрезала на тоже одно междоузле здесь обрезала абриету тоже в прошлой глубокой осенью покупала тоже прикопала она уже начала цвести вот таким бордовым красивым цветом обрезала не знаю не вышла по моему мне кажется из зимы армерия то есть верх у нее засох не знаю выйдет что-нибудь из земли или нет но корни здесь вот как видите прям все все белые может быть и выйдет но вверх у двух армерий у меня высох сальве смотрите как хорошо проснулась я ее тоже обрезала все вот эти прошлогодние веточки и она вот замечательно пошла тоже поливаю обязательно потому что горшки чтобы не пересохла щиток тоже смотрите как хорошо пошел прикопала буквально вот такую веточку разрусь хорошо это моя соки я их обрезала но это соки той серии которые скорее всего у нас не будут зимовать ну вот я их накрывала здесь горшках они и зимовали не знаю выживут или не выживут они посмотрим что получится здесь у меня также глубоко осенью я покупала это сосна шверина но выглядит она не особо хорошо почему потому что ею со скидкой покупала это сорт витхарс вот так она выглядит если я и тоже не выношу все здесь у меня стоит чуть-чуть замультирована чтобы не пересыхала тоже поливаю это листья репенс на штамбе на штамбе очень низком здесь буквально штамп наверное ну сантиметров может быть 12 вот прививка вот она это плакучая форма зеленая хвоя красиво это я выращиваю для арки покупала в прошлом году показывала вам это тоже на низком штамбе чуть чуть побольше здесь на наш там сантиметров 15 может быть 18 вот она прививка это лиственница плакучи формы стив виппер хвоя сизо-голубая ну очень красивая у меня есть штамп метр по моему 50 вот это тоже для арки я буду делать арку устанавливать это именно лиственница подходит для арки потому что смотрите прививка низкая значит веточки будут значит то близко то есть заполнять всю арку от самой практически земли вот ну и плюс цена конечно чем больше штамп все это прекрасно понимают знают тем лесница дороже это будет подешевле так они у меня выглядят я с прошлого года привязала ее вот да на такую опору и вот она прекрасно перезимовала смотрите вся вся она уже распустившиеся листиках начинает самая красивая лестница плакучи формы я считаю что это стив виппер обожаю эту лестницу у меня стоит одна вот я хочу увеличить ее штамп буду показывать каким образом я это буду делать но мне нужно кое-что купить для этого куплю и тогда вам уже покажу вот так они выглядят но сейчас они высотой примерно метр 10 вот так и этот в принципе такого же такой же высоты когда я высеваю редиску в ящике то стараюсь высевать на расстоянии сильно не загущаю посевы потому что все-таки ящик закрытое пространство значит там засыпаю я перепревшим компостом и сюда я добавила немножко торфа чтобы полегче земля была чтобы сходила побыстрее редиска так земля конечно хорошо пролита обязательно все вот и весь пассив закрою кусочком пленки чтобы всходы побыстрее появились слегка уплотню и потом немножко пролью потому что суховато все теперь будем ждать урожай так теперь я буду высаживать лук на перо значит сделала борозду вдоль ограждения грядки пролила и теперь беру луковицу и легким движением просто ее слегка вдавливаю значит смотрите я высаживаю плотно друг другу и также плотно к ограждению чтобы лук мне не мешался когда я буду сюда высаживать перцы прям плотненько плотненько потому что это лук не для получения луковицы головки да а для получения пера поэтому его можно сажать очень плотно и друг другу и также к ограждению грядки сильно я не надавливаю потому что у меня же уже корни хорошие лук пустил замечательно даст быстро зелень и чтобы лук потом у меня не выпирал потому что будут расти корни и лук будет подниматься слегка его будет выпирать я вот таким образом слегка засыпаю его так присыпаю землей он прекрасно выйдет это каждый год делаю потому что его вспучивает и он уже как на поверхности корнями не держится в земле а вот таким образом он хорошо приживается но тем более у нас сейчас еще заморозки ночные хорошие чтобы лук не повредил мороз вот таким образом я буду высаживать вдоль всего этого ограждения вот так вот все лук я уже высадила ну и конечно чтобы получить быстро зеленое перо чтобы оно было мощное сочное не нужно высевать семена и даже не стоит высаживать лук сивок лучше высадить лук выборок или вот ваш домашние остатки лука крупного потому что долго придется ждать зелени а вот таких луковиц конечно вы ее получите очень быстро это первый у меня заход потом еще буду высаживать у меня лука моего осталось много это весь лук мой и в этом году даже не покупала вот в принципе все я здесь уже полила обязательно луку как и всем посевам нужен каждый день полив потому что в теплице сейчас очень сильно сохнет земля поливаю я воду беру ставлю в ведра водостойки и собирается у меня вода наливаю в лейку и проливаю потому что сейчас еще нельзя включить насос из дома воду таскать это ну слишком трудоемко а вода вот стекает она снеговая дождевая все замечательно получается она в течение дня у меня нагревается и одной лейки каждый день не хватит здесь все пролить у меня посевов не столь много ну вот в принципе на сегодня вся работа в теплице теперь работа также продолжается только уже в доме за рассады у меня на сегодня все подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал и здесь на ютюбе и на яндекс дзене я рада вас буду видеть если что но на youtube youtube каналы я не буду бросать здесь я буду до последнего пока совсем не отключат я вам желаю всего самого хорошего хороших вам всходов кто сеет и выращивает всем пока